Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала Дмитрия Микрофона, и мы продолжаем проходить The Abrational Art of War 4, Fast and Kohlberg сценарий. В прошлой серии целый батальон, который находился на железнодорожном мосту, был уничтожен тем, что мост обвалился, я первый раз такое вижу, я не знал, что такое возможно в этой игре. Ну и скорее всего, все наши солдаты попадали в воду, и те, кто выжили, они десорганизированы, наверное, отойдут к нашему штабу, вот так. Также, мы, вражеские танки, мы боялись, что они сюда пройдут, они все-таки отошли, довольно хорошо, что так случилось, и в принципе, урона, то есть вот этот батальон, он остался жив, 10-й батальон, 2-й батальон 10-го пехотного полка. Так. Механизированный взвод панциргринадеров отступает. Давайте дальше, идем. Тут и мы займем нашу оборону. Игнорируем потери, и... Вот этот с тяжелым вооружением... Вот этот с тяжелым вооружением роту попытаемся уже уничтожить. Так. Взвод. Камф-группа вот эта... Что-то она от нас убегает. Но сейчас, сейчас мы ее накажем. Так, 11-й, 11-й поморская. Давайте 11-й поморской. Мы ударим по одному. По одной роте резервной. А вот 12-й поморской. Мы по второму резервному ударим. В резервной роте. Извиняюсь. Так. Ну, это починка на железной дороге. Статы, которые чинят железную дорогу. У них, само собой, вооружения никакого нет. Ну, и, в принципе, мы их спокойно разбиваем. Хорошо. С этой стороны враг наставил огромное количество солдат. Сейчас мы по ним сделаем удар, на всякий случай. Так же и по тяжелому вооружению. 18-й пехотный полк мы объединим. На всякий случай, если они попытаются все-таки пойти в атаку, то даже кто-то за счету 8 имеет вот этот резервный батальон. На мост больше ни ногой. Никто уже не сможет мост. Никто не сможет перейти мост. Ждем. Просто ждем. 10% солдат потеряли вот этой огромной кучи. Идеально. По 10-9-8% вражеские потери. Так, 25% людей из камм-группы было захвачено в плен, там, ну или убито. Я не знаю, вот эти с тяжелым вооружением, они просто убегают от нас по всей карте. 27% убитых. Очень хорошо. Бьем по врагу. Со всех видов оружия, которые у нас есть. Я думаю, мы тут тоже пойдем в атаку. Хорошие шансы на успех. Потери будут тяжелыми. А вот теперь потери будут низкими. Так, игнорировать потери. Хм. Ну все, ну, это не могло продолжаться. Дольше. Сколько же времени нужно было, чтобы их просто пробить? Хм. Так, тут артиллерия будет вести огонь. Хорошо. У них довольно еще много войск осталось. Наши войска получили еще много потерь. Не считая тех, что мы получили еще на мосту, потеряв целый батальон. Так, 10% солдат мы потеряли. Рисковная была атака. Есть. Потихоньку двигаемся. Не забываем попутно бомбардировать цели. Вот так. Идем вперед. Могли бы тут пойти в атаку еще. Но, нет, пока этого нам не нужно. Ждем. Просто ждем. Никого не трогая. Пусть наши себе отдохнут, получат подкрепление. Город весь уже разрушен. Ну, часть, часть города разрушена. Одними бомбардировками решаем дела. Еще и морская пехота подошла. Ну, тут труднопроходимая местность. Они тут не пройдут без моста-вкладчиков. Так что я там даже оборону не ставлю. Они, кажется, подчинили уже мост. Так, враг попытался атаковать наших солдат. 17% своих войск он потерял. Мы только 1% потеряли. Ну, сейчас он будет нанести еще больше потерь. Из-за того, что мы очень хорошо ведем артиллерийский огонь по вражеским войскам. Так же мы довольно хорошо укрепились. И тут, в принципе, ни мы продвинуться не можем, ни враг. Так. 6% нанес он нам урон. Несмотря на то, что у нас было скопление из трех батальонов. Ну, очень жесткие обстрелы. Да, из кораблей обстрелы. По двум батальонам. Даже по четырем батальонам. Там еще два батальона инженеров есть. Да, вот этот остров для нас принес огромное количество смертей. Так. Ага, они еще получают каждый ход по 10 очков. За... За то, что они берут вот этот лайтхаус. За то, что они держат лайтхаус. Ну, то есть легкий. Вот эту укрепленную точку легкую. Заходим на станцию. Хорошо. Так, 10. 10-й пехотный полк. Он на север продвинулся. Эти все точки стали наши. Потому что враг сосредоточил все свои силы именно вот здесь. Еще у него здесь есть точка. Но он потерял весь север. Из-за того, что он решил отвести силы. Так, 12-й, 11-й, 11-й. Давайте, 11-й пойдем в атаку. Помогут им еще ПТ-САУ. С этой стороны мы тоже не можем пойти в бой. Можем, конечно, тяжелой артиллерии сейчас попытаться наступать. Занимаем оборону. А где наши тяжелые танки? Вот они. Давайте полицию. Военную полицию мы уничтожим. Немецкую. А здесь мы комп-группу уничтожим. Так. И вот так. Самолеты тоже нам помогут. Есть. Хорошо. Еще 30% хода нашего осталось. 12-й пехотный полк. Пусть двигается вперед. Может даже мы комп-группу сможем догнать. Нет, мы не догнали все-таки комп-группу. Тут мы резервную роту. Я думаю, уже уничтожим наконец-то. Продвигаем 9-й пехотный полк 3-й поморской дивизии. Так, танки наши дезорганизированы. Мы потеряли на протяжении всей битвы 5 танков. Некоторых по дороге потеряли. Некоторых в бою. Может нам тоже попробовать? Ага, у них уже разрушенный мост. Вот незадача. Они передвигаются по разрушенному мосту. Ну то есть, надо было главное разрушить им мост. А теперь они могут там держать оборону на разрушенном мосту. Интересно. Убьем по танкам противника. Видите, они сосредоточили уже в центре города. Главные силы. Хорошо. Так, 2%. Сейчас просто война обстрелов какая-то идет. 33% немецких кораблей было повреждено. Я знаю, что они сейчас будут делать. Или они вернутся назад. Они смогут в принципе контратаковать. Но видите, они все-таки хотят держать вот эту точку, которая им дает снабжение. Вот она, вот эти две точки дает снабжение. Они как раз их и держат. Кстати, они вернули те точки, которые потеряли в одно время, в один момент. Из-за того, что они переместили все свои, ну, большинство своих войск. из города. Пытаются нас атаковать, но по 19% солдат они теряют. Ну, тут в принципе и еще корабли могут занимать позиции, то есть снабжаться. А, они как раз там и снабжаются. Они получают припасы, потом выходят на боевую позицию, делают несколько выстрелов. И потом возвращаются назад. Долго думал, что бы сказать. Хорошо. 4% от бомбардировки людей мы потеряли. Но они все восстановятся. Ну, 4% это не так уж много. Не считая то, что... Ну, считая то, что наши все-таки стоят на месте и никуда не двигаются, никуда не передвигаются. Так. Десятая поморская. Давайте 11-й поморской мы будем атаковать. Также им помогут противотанковые. Так. Противотанковые ПТ-САУ. 12-я поморская будет полицейский. Полицейскую комп-группу атаковать вместе с комп-группен. Обычной комп-группен. Как раз мы по ней нанесем потери по этой комп-группе. Ну, нанесем удар по этой комп-группе на всякий случай. Потому что их довольно-таки много. Я не хочу понести огромные потери из-за того, что просто я нанесу достаточно сильный удар. по врагу. Давайте одно подразделение отменит атаку, а лучше ударит по пионерам. нанесем под этим двоим группам удары. вот я бы захватил сейчас бы центр. Так, это какая десятая? Одиннадцатая, так десятая. Десятая продолжает двигаться. Они должны занимать оборону. Бросаем мы железную дорогу. Ею займется одиннадцатый пехотный пехотный полк. Интересно. Хорошо, они продержались. но они уже в полном окружении, я не знаю. нужно все-таки с артиллерией идти в атаку. Так, хорошо. Атакуем еще раз. Теперь будет поддержка артиллерии в этом месте. Ну, мы должны просто их пробить. Если мы их не пробьем, будет все очень печально. Мы потеряем огромное количество времени, целый ход. За ход можно уже продвинуться довольно-таки далеко. Еще раз. По пионерам мы сделаем, нанесем удар. И пойдем в атаку. А, даже по ним не нужно было нанесить удар. По пионерам. мы лучше по морской пехоте ударим. Я бы хотел бы тут прорваться, но не могу просто. Просто не могу. Также самолеты не могут уничтожить просто ни одного корабля. Я не знаю, как они держатся. Просто не дают нам центр захватить города. Гиграфический центр. Центр, он где-то здесь находится. Хорошо. Я думаю, мы все-таки прорвем вот этих ребят. Давайте идем в бой и выйдем в с тыла морской пехоте Баумшарка. Ну вот, как же хорошо они их пробивают теперь. Так, это что у нас? Одиннадцатый, десятый, десятый и вот это десятый, одиннадцатый. Пусть сюда двигается. Город лежит уже в руинах. Ну все уже. Просто все, что смог сделал. Наконец-то мы это сделали. Танки еще не могут атаковать, они дезорганизированы. Нужно поближе артиллерию подвинуть. Так. Хорошо. Все, уничтожили мы их. Наконец-то, ну мы почему-то атаковали. Одним, нет, мы не одним атаковали. Они просто потеряли уже очки передвижения. Вот, они могут только придвинуться максимум вот так. Ну все, один еще ход, и я думаю закончится вот этот тяжелый бой. Тяжелый бой за Кольберг с проваленными людьми под мост. Так. Наша держит оборону 30% вражеских солдат было уничтожено. Они все пытаются вот здесь оставаться. Ну потому что тут как раз подается снабжение, а снабжение становится все меньше. Мы захватываем важные... Мы захватили очень много важных мест. Опять бомбардировка. Ну они даже не могут скорее всего атаковать через вот этот мост. Да, одни бомбардировки. Ну давайте, я думаю уже больше не осталось у врага ничего. Разделим тут на две роты. Все. Так, двенадцатый. Двенадцатый пехотный полк. Двигаемся вперед. Сколько осталось у нас ПТ-САУ? Один Су-85 и три Су-76. Вот это да. Они в общем даже не могут двигаться. Наверное, потеряли машины все. Нет, есть машины. вот так как-то. Двигаемся дальше вперед. Сейчас, наверное, по морской пехоте нанесем удар и попытаемся ее нашими инженерами заштурмовать. Так, тут саперы. Ну, это взвод саперов. Окружаем врага. Так. Сейчас мы захватим танки. Интересно. Довольно-таки много врагов еще тут. Давайте пробуем. 60% людей мы захватили. Ну, то есть кого-то захватили, кого-то уничтожили. бомбардировка принесла 8% потерь врагу. Ну, везде хорошо мы пока наступаем. Кроме вот этого места, которое меня уже бесит. Давайте обычной артиллерии. Мы как раз по нему ударим и еще раз пойдем в атаку. А тут как раз мы используем тяжелую артиллерию. Все. Давайте еще этой артиллерии дополнительно. Ударим по врагу и по танкам один раз. Вдруг они будут сопротивляться на следующем ходу. Так. Опять удар по кораблям. Бесполезный. Есть еще 83% солдат из морской пехоты попало в плен. Все. Вот тут все и закончилось. Морская пехота, которая очень долго держала позицию, в один момент просто перестала существовать как таковая. Хотя они были боевой боеспособны довольно-таки хорошо. А давайте попробуем все-таки атаковать врага. Тут ограничить потери сделаем. Так. Нам вот до этого лайтхауса дойти. Так. Блокировано, блокировано. А мы потеряли 30% солдат. Вот когда сроки жмут, вот тогда и потери растут очень сильно. Потому что советская армия продвигается уже к Берлину. И в принципе мы должны ее тыл обезопасить. ну пошла атака потеряли враг потерял 10% солдат мы потеряли только 4 наши хорошие боевые готовности так что я не думаю что их проруд максимум что они отступят на 1 хекс ну это такое они потянули так же батальон с тяжелым вооружением ну сейчас наша рота две роты захватят все их пути снабжения кроме шил редупта один взвод держит какой-то перекресток и мы просто не можем его выбить из него один день держит так я думаю этот ход должен быть последним но мы не можем тупо продвинуться к лайтхаусу так десятая 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 и тут десятая занимаем оборону все больше они не пройдут так тут кто у нас а там с тяжелым вооружением мы сейчас на острове закроем танки мы уничтожили передвигаем весь наш 18 пехотный полк и нужно будет как-то бронепоезд еще уничтожить также подвигаем поближе наши вот эти войска и будем бить по врагу так поближе подвигаемся я думаю на следующий ход просто мы возьмем и захватим лайтхаус и закончим ход и все в принципе закончится я так думаю можно даже без бомбардировок справиться наши самолеты бомбардируют цели из-за этого мы потеряли довольно-таки большое количество самолетов ну все им никуда просто двигаться единственное что им остается просто бомбить меня и все так 40% вражеских войск мы уничтожили но они не должны прорвать их я не ставил ну не смог бы скорее всего даже поставить там оборону на мосту так ну все уже хватит меня бомбить у вас у вас уже кораблей почти не осталось они только вперед назад кораблями ходят все лайтхаус мы уже захватили давайте пробуем очень тяжелый и отличные шансы на успех и главное по ним мы не можем ударить вот теперь сможем теперь давайте всем что у нас есть ударим по врагу и все я думаю мы просто закончим ход и все так так ну нашего хода почти не осталось еще все первая польская армия получила победу мы теперь можем быть переброшены чтобы помочь финальной атаке на берлин хорошо давайте посмотрим что же у них было смотрите эти все мы их полностью разбили ага там был один поезд только один поезд броня единица у него также была противоавиационная атака ну такой тут думаю больше ничего интересного такого нет давайте посмотрим хотя бы с чего состояли вражские камф группы с обычных rifle айти сквад ну то есть противотанковых сквадов у них были панцер фаусты скорее всего пулеметные моторизированные пулеметы состоялись тоже противотанковых команд ну такой себе а вот это панцер гринадеры ну это взвод панцер гринадеров так их было намного больше так крейсера крейсера в такие поврежденные но мы им практически ничего не сделали потому что они каждый раз находились на этой точке всем спасибо ребята за просмотр с вами был Дмитрий спасибо пока